Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасев, и сегодня я нахожусь в Ереване на чемпионате мира по самбо в год 85-летия самбо. И мой собеседник Новиков Роман, председатель комиссии Международной Федерации самбо по делам спортсменов с ограниченными возможностями. Так, Роман, ваша должность. Здравствуйте, Роман! Да, добрый день! Ну, я думаю, что, наверное, для многих необходимо объяснить, что такое комиссия по делам спортсменов с ограниченными возможностями. Ну, комиссия у нас занимается не только развитием дисциплины самбо для слепых и слабовидящих. У нас есть и по глухим, то есть идет определенный уровень развития, ну, есть над чем работать. Но основные сейчас силы брошены на продвижение дисциплины по слепым и слабовидящим, соответственно, в Международный паралимпийский комитет. То есть мы хотим тоже в паралимпиаду, так же, как и по обычным, да, здоровым спортсменам в олимпиаду. Поэтому, то есть курс здесь у нас стандартный у ФИАС, тем более Василий Борисович Шестаков, президент ФИАС, то есть он обозначил данную цель. Ну, и, соответственно, мы сейчас работаем над этим. Что хотелось бы сказать, то, что вот в этом году, такой был плодотворный год, в Астане, в Казахстане провели чемпионат Азии по самбо с и слепых слабовидящих. Вот там же и проводился отбор веса в категории до 79 килограмм в категории SEI 1 на всемирные игры боевых искусств, которые успешно состоялись в Саудовской Аравии в Риаде, вот буквально не так давно, в октябре. И тот, кто добрался на чемпионате Азии, то есть поехали в Саудовскую Аравию и показали очень высокий уровень, даже был покруче, чем на чемпионате Азии. Поэтому все отлично. И, по крайней мере, мы с Василием Борисовичем на коротке обсуждали этот вопрос, да, то есть мы с Василием Борисовичем Шестаков награждали. Спортсменов Саудовской Аравии в слепых слабовидящих, ну, Василий Борисович очень был впечатлен, очень доволен. И для меня это, конечно, тоже очень важно. Вот его именно мнение, его именно эмоциональная реакция, да, то, что он сам лично любил. Роман, у меня вопрос по вообще общему развитию направления слепых самбо. Ну, это общемировое, да, направление. Насколько интересно людям слепым заниматься самбо в мире? Ну, интерес, безусловно, есть. Почему? Потому что спорт, ну, возьмем, да, вот по имени слепым, вот он, скажем так, ну, очень ограничен, да. Если, допустим, здоровый, там, человек, да, условно говоря, может заниматься любимыми видами спорта, там, таким угодно, да, то есть экстремальными и всевозможными, да, не буду перечислять. То, вот именно по слепым здесь, конечно, есть ограничения. Просто вот, к примеру, приведу, допустим, в Олимпийских играх, там взять единоборство, да, там очень много дисциплин. А вот если брать в Олимпийских играх, там всего вот по единоборству, но только дзюдо по слепым, по слепым, и пара тэквондо, но это вот по опорникам. То есть, и все, больше там ничего такого нет. Поэтому здесь необходимо расширять, расширять виды дисциплин, да, чтобы была альтернатива, чтобы у людей был выбор. И мы этот выбор предоставляем. Соответственно, то есть, комиссии ФИАС были разработаны правила международные по самому слепому, международные классификационные правила были разработаны. Ну, вся эта нормативная документация была сделана, исходя из требований Международного паралитийского комитета. И, соответственно, мы за честный спорт, да, чтобы была честная конкуренция, ну, соответственно, чтобы не было никаких таких вот вещей, да, я не знаю, там, ну, подлогов там или еще что-то, да. То есть, мы вот очень внимательно это отслеживаем, вот, и, соответственно, я лично контролирую, да, когда идут какие-то моменты. Махинации, когда в виде, ну, там, слепой или слабовидящей, когда вот эти подтасовки по медицинским показателям вы имеете в виду? Ну, Роман, ну, это вы сказали, вот, я это не говорил, но мы с этим правильным направлением. Не, ну, мы, как бы, хотим честно, открыто сказать, что есть такие махинации, наверное, я так предполагаю. Я не хочу никого обвинять, поэтому я никого лично не ловил за руку, но разговоры есть. А как это получается своего рода некий такой допинг-контроль, да? Как он вообще проводится в таком масштабе? И вот, наверное, ваша комиссия же, наверное, за это должна как-то нести ответственность? Ну, безусловно, конечно. За честный спорт, так называем? Ну, безусловно, конечно. Не то, что комиссия, ХИАС несет полностью ответственность, да, за, чтобы была честная игра в AirPlay. Вот, и мы, конечно, контролируем, то есть, ну, я в частности, да, контролирую данное направление. Поэтому здесь и у нас есть классификаторы, да, которые, ну, врачи, специалисты, да, которые занимаются этими вопросами. То есть, и у нас есть определенные алгоритмы, да, как мы выявляем людей, которые хотят, скажем так, ну, не имея такого плохого зрения, да, ну, пробиться вот слепым. Я считаю, что это неправильно, да, ну, может быть, сейчас немножко эмоционально скажу, да, вот те спортсмены, которые не являются, ну, там, может быть, есть какие-то ограничения. Ну, там, по зрению, но они не ощутимые, не такие, да, чтобы можно было сконкурировать со слепыми. Вот, когда они начинают со слепыми бороться, да, и выигрывать у них, и получать медали, да, в параллевую. Ну, а еще дивиденды дополнительные, да. Я бы, честно говоря, на месте таких спортсменов, да, которые так делают, я бы спрятал бы эту медаль, да, и никому бы не говорил, потому что это позор. Потому что, ну, да, человек, который видит, да, причем хорошо видит, да, забрать медаль у слепого, а это так и есть, это непорядочно, это недостойно, и, ну, это мое личное мнение. И я категорически против, чтобы это было у нас в самом слепых. Я все сделаю для того, чтобы наша дисциплина была максимально прозрачная, максимально честная, да, и буду отлавливать всех, кто будет пытаться, да, залезть в категорию SEI 1. Это преимущественно там тотально слепые, вот, и, соответственно, то есть будем все эти моменты контролировать, это, на самом деле, принципиально на оппозиции, да. Вы по этому вопросу и по другим вопросам, скорее всего, взаимодействуете с региональными представителями, да, в странах, и как это взаимодействие происходит, и как вообще сейчас, вообще есть ли такие представительства по странам, где наиболее активно ведется работа, где менее активно? Ну, активно, конечно, ведется в Азии. Мы на контакте с президентом Союза Азии-Океане Квасам Баламжуна Мулаевым. Он очень заинтересован, да, в продвижении данной дисциплины в азиатском регионе, поэтому с ним очень комфортно работать, и, то есть, какие-то, если возникают, ну, какие-то проблемы, это решается очень, скажем так, оперативно, быстро, вот, поэтому там у Аланжона, конечно, очень мощная и сильная команда, вот, я просто убедился при организации чемпионата Азии-Океане, да, по самбо, да, в частности, последовательно, поэтому там вот очень хорошо. Вот, есть интерес к данной дисциплине непосредственно, вот, недавно разговаривал с Савелием Тимофеевым, это президент Феррес Самбо Австралии, вот, тоже там, то есть, государство, да, то есть, чиновники, да, государственные Австралии, они заинтересованы, вот, именно в занятиях вот самбо для инвалидов, да, в частности, вот слепые. Вот, в Новой Зеландии тоже есть очень серьезный интерес, мы на контакте с президентом Феррес Самбо Новой Зеландии с Сергеем Пермитиным, вот, поэтому, вот, буквально недавно с ним сегодня тоже виделись, разговаривали, то есть, есть уже определенные алгоритмы, и, к слову, тоже, вот, с Новой Зеландии на чемпионат Азии, в океане, вот, после того, мы провозили борца Бенджамина, вот, он, кстати, стал вторым, серебро, это, это, к слову, первое, вообще, серебро, да, в Новой Зеландии, вообще, за всю историю существования федерации, поэтому, и вот, это был вот наш слепой. Вот, ну, в Европе тоже у нас есть контакты, да, то есть, продвигаемся, ну, Грузия, Молдова, там очень так активно, да, этими вещами занимаются, продвигают. В Европейском Союзе, как вот, ну, имеется центральная такая Европа? Ну, в Центральной Европе есть интерес, непосредственно, у Германии, то есть, я на контакте, вот, ну, и Франция интересуется, ну, с Европой интересуются все понемногу, вот, все ждут больших международных стартов, то есть, это чемпионатов мира по самым слепым, то есть, кубков мира по самым слепым, то есть, тогда, вот, будет уже, я думаю, что активность такая более, да, скажем так, ну, активно, да, будут уже все эти вещи не искать, потому что мне сразу сказали, что, вот, без проблем, люди есть, люди готовы, да, то есть, ждем, когда, вот, Международная Федерация Санкт-Петербург уже будет проводить, такие большие мероприятия, также в панамериканском континенте, там тоже активно развивается, ну, не так активно, как на Евразийском континенте у нас, вот, на Евразии, вот, ну, там тоже есть, тем более, вот, возьми, на всемирных играх боевых искусств, вот, которые в Саудовской арабе состоялись, вот, первое место по слепым, да, вот, вот, занял непосредственно, вот, в Саудовской арабе, то есть, он, показал, действительно, ну, хороший уровень борьбы, и он молодец, вот, пожалуйста, вот, золото поехал, вот, в Венесуэлу, в Панамерику, также и с Мексики он интересуется, с Колумбии он интересуется, в Бразилии тоже есть интересы, в Аргентине. Хорошо, Роман, ну, мы сейчас с вами больше говорим вот о такой соревновательной составляющей самбо для слепых, но все-таки соревновательная составляющая, это, наверное, не основная задача, не основная цель, по большому счету, спорт, как некий метод адаптации для людей с ограниченными возможностями, в частности, слепых, может быть таким вот хорошим инструментом через именно спорт, как средство физической культуры, да, можно адаптировать слепого, как ведется работа в этом направлении, не то, чтобы заниматься самбо для того, чтобы, как вы сейчас сказали, будут соревнования, мы будем, нет, нет, ну, но если мы говорим о людях слепых, тогда, наверное, мы должны все-таки говорить не о важности, может быть, непосредственности соревнования, само собой вытекающие последствиями, должна быть как-то выставлена пирамида, должен быть фундамент внизу, значит, чем больше людей привлечено, тем лучше, как вот в этом направлении работы, насколько интересно самбо с точки зрения адаптации слепых к социальной среде, к жизни в обществе? Ну, смотрите, если мы сейчас говорим о реабилитационных вещах, то все, что связано, допустим, с активностью, ну, будем сейчас просклипывать, да, там будет культура, спорт, что угодно, это все реабилитация, это все адаптация, это, то есть, абсолютно все, да, все, что связано, да, с активностью. Ну, наверное, больше адаптация, чем реабилитация, реабилитировать нельзя слепого, но адаптировать, наверное, к жизни вот больше. Ну, может быть, да, то есть социальная интеграция, и причем я, ну, категорически настаиваю, да, на такой позиции, что все-таки ребята, да, и там, и девушки слепые, слабоидящие должны заниматься в обычных залах санбийских, То есть, не надо их выделять. Не надо выделять, не надо делать резервации, конечно, должно все быть в коллективе, должна быть интеграция, да, то есть, инклюзия, да, потому что это общение, да, между собой там, то есть, слепые, там, зрячие, то есть, это важно, на самом деле, это, ну, идет с двух сторон работа, потому что слепой, да, слабоидящий, когда тренируется со здоровыми, он пытается показать свои хорошие стороны, да, то есть, пытается, То есть быть там как-то лучше, все-таки побуждает на какие-то шаг вперед на развитие. Также это и для здоровых спортсменов, они когда взаимодействуют с незрячими людьми, соответственно, тоже идут определенные какие-то процессы созидательные. Это тоже важно на самом деле, и это надо тоже учитывать, потому что были случаи, ребята занимаются в клубах среди здоровых, и с нами здоровые ребята, они переживают, болеют, когда соревнования, и выступает их коллега по залу, слепой, им как-то все живо. Понимаете, это жизнь, я бы назвал, что сам это одна большая семья, без выделения каких-то ограничений по здоровью есть, они нет. Знаете, скажем так честно, нет у нас людей с безграничными возможностями, мы все так или иначе ограничены своих возможностей, кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому здесь на самом деле надо именно таким образом делать, чтобы быть как-то все вместе. И все равно мы переходим к соревновательной части, плавно я перехожу, потому что все соревнования, вот, к примеру, чемпионат Азии, да, океане было, вот, в Астане, вот, это же было все в рамках большого чемпионата Азии. То есть где было, ну, по здоровому, там, по боевому и по спортивному самбо. Также на всемирных играх боевых искусств тоже там все, ну, дисциплина, да, вот слепой, там, в 79 килограмм стояла в общей сетке. То есть вы имеете в виду, что если проводить чемпионаты по самбо, ну, стран, городов, то не проводить отдельно чемпионат по слепой, то есть включать просто как дисциплину в программу, именно вот как сейчас вот проводится спортивный и боевой самбо. Совершенно так. Так же и будет самбо слепой. Да, да. Все включено в одну. Именно так. И здесь, во-первых, это будет и дешевле, чем организовывать отдельно чемпионат мира. Вот, и я думаю, что для слепых, слабовидящих борцов это, на самом деле, как правильно сказать, понимаете, это показывает со стороны фиасы, да, что эти люди, да, они, вне зависимости от того, что там, от ограничений, да, что они равны и среди равны. То есть борются на тех же коврах, да, то есть их показывают те же телеканалы, да, то есть все, что получают обычные спортсмены, да, то есть по боевому, по спортивному самбо. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть на чемпионат, допустим, Германии по самбо слепым не приедет специально телевидение. Да нет, конечно. А на чемпионат самбо по как бы здоровым приедет. Но если там покажут и слепых, значит, это даст определенный эффект, как бы, ну, типа информационный. Да, 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 совершенно верно. И, соответственно, здесь, вот, допустим, если, ну, говорить о самбо слепых, вот, если произойдет такой момент, что включен чемпионат мира, да, в наш, да, вот, в действующий чемпионат мира, вот, то это будет, конечно, очень большой эффект. Потому что, ну, многие, я со многими ребятами, со спортсменами разговариваю, и для них это, конечно, ну, волнительно, да, и это, ну, то есть они оценивают участие вот в чемпионате мира наравне со здоровыми спортсменами, да, то есть на этих шкафах это просто вот, ну, фантастика, это космос. Потому что, вот, по дзюдо, да, такого нет. То есть по дзюдо, там, делали. Да, и вообще, мне кажется, нету ни одного вида спорта, где бы не разделяли. Я вот не видел. Ну, это ошибка. И причем ошибка, вот, скорее всего, вот этих международных федераций, то, что они это делают. Это делать категорически нельзя, потому что, ну, слепые борцы, в принципе, ну, ничем не хуже обычных людей, просто, ну, не видим. А по большому счету, вот у нас руки, ноги есть, да, бороться мы умеем, но причем умеем бороться хорошо. То есть по определенным правилам, да, то есть здесь, а некоторые ограничения, то есть еще красиво можем бороться, да, красивые броски, да, то есть болевые все. То есть все это не стыдно показать, да, тем более на чемпионат мира прорываются именно те спортсмены, которые могут, да, красиво делать, которые могут показать класс и планку, да, то есть, скажем так, поставить высокую. Да, для будущих, скажем так, уже поколений. Поэтому я думаю, что здесь не надо бояться, надо просто делать смело шаг вперед, вот, поэтому, ну, если мы хотим, чтобы самбо вошло в паралимпиаду, то здесь надо более активно участвовать. Я могу сказать то, что на данный момент, да, то есть сейчас в 30, в 2032 году будет паралимпиада летняя в Австралии, вот, ну, мы туда пока успеваем, вот, если вот будем, скажем так, да, сейчас как-то более активно, да, этим вопросом заниматься. Вот, поэтому здесь перспективы все есть, но по слепым там уже, ну, ну, немножко проще, да, все, чем, допустим, по здоровому. Хорошо, международно-молимпийская композиция. Роман, хочу вернуться к вопросу о массовости привлечения слепых людей к регулярным занятиям самбо. Ну, в основном, конечно же, это касается детей, которые, ну, вот, отказавшись ввиду каких-то, ну, обстоятельств, стали слепыми, и, ну, они нуждаются, наверное, вот такой вот адаптации в социуме, да, в понимании, что происходит. И все-таки, как мы уже сказали, любой вид двигательной активности помогает в этом в любом случае, да, особенно для слепого, где надо уметь реагировать, да, на ситуации достаточно быстро, что происходит. И самбо, наверное, один из, наверное, таких инструментов, вот, комиссия, которую вы возглавляете, это Международная федерация самбо. Как вообще происходит вот такое занятие, что вы можете сказать вот на этом уровне, как, мы сейчас больше говорили, конечно, о взрослых, да, вот, слепых, а как вот на детском, как, вы, ну, наверное, может быть, так не популяризируете, а объясняете, может быть, людям, ну, в основном, конечно, это родители касается, что, чтобы не боялись использовать самбо как инструмент для, вот, адаптации. И в последующем, ну, те, кто проявит такой энтузиазм, да, и проявят, ну, возможности, да, физически, там, выходить на большую спортивную работу. Да, ну, я отвечу прямо на первый вопрос по поводу массовости. В инвалидном спорте массовости никогда не было и не было. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но, понимаете, тут надо тоже оценивать возможности людей. Почему? Потому что, допустим, вот, если взять по слепым, да, по слабоидчивым, то есть еще и много сопутствующих заболеваний, понимаете, то есть, людей, которые, то есть, ну, там, какие-то миопии, там, еще что-то, да, где нельзя наклоняться, кувыркаться, там, еще что-то таких, да, то есть активности. Поэтому здесь это мы учитываем. То есть, потом много, ну, слепых, слабоидчивых возрастных, да, то есть, которые уже, ну, то есть, уже не до борьбы, да, скажем так. Поэтому тут надо смотреть из именно активных, да, то есть, незрячих, да, которые, ну, позволяют определенное здоровье. Ну, давайте не будем забывать, что еще и другие виды спорта есть, да, по слепым, там, плавание, легкая атлетика и так далее, где, то есть, тоже, ну, привлекаются, то есть, спортсмены, вот, с ограничением здоровья по зрению. Поэтому не может быть здесь массовости ни в коем случае. Понимаете, это просто, ну, можно, конечно, там, как-то напрячься и как-то вот всех, кого попало, да, то есть, ну, приглашать, но, как правило, это все закончится очень плохо, да, там, какими-то личными травмами, там, и так далее, когда это, прежде всего, должна быть мотивация у самих людей. Ну, вот, плавно перейду к детям. Дети, как правило, вот, ну, слепые, воспитываются, учатся в интернатах. Для слепых, слабовидящих, то есть, специализированных, ну, если вот мы говорим сейчас про бывшие советские республики, то есть, есть такие интернаты, учатся, вот, туда заходить очень сложно, потому что у них своя учебная программа, и очень насыщенная, и все очень и очень непросто, да, то есть, вырвать время, тем более, еще и, ну, директора интернатов тоже переживают, что, как бы что ни случилось, да, с детьми. Ну, по крайней мере, вот, наша комиссия сейчас разрабатывает, ну, дорабатывает, скажем так, специализированную программу для внедрения вот именно в коррекционные интернаты, вот именно по самому, да, заинтересованным, по слепых слабовидящих. Поэтому, вот, как вот закончим, да, там, рихтовку, вот, соответственно, да, будем внедрять в коррекционные интернаты, и уже, чтобы как-то это все шло, вот, ну, выращивать уже поколение, да, будущее из детей. Вот, родители многие, они сами рады, да, чтобы у них дети занимались, тем более, мне звонят лично, спрашивают, а где можно, что, то есть, особо заинтересованные родители, то есть, водят своих детей, ну, забирают со школы после уроков, да, с интерната, и привозят вот из группы, да, где вот дети занимаются здоровые, то есть, такое тоже есть у нас. Поэтому, вот, на данный момент все очень сложно. Почему сложно еще, ну, в юридической, да, плоскости лежит, потому что тоже очень много нагромождений, и очень стала большая гиперопека со стороны чиновников разных стран, вот, и как это все, вот, я не знаю, просто сейчас, если на детей посмотреть, которые учатся в интернате, вот, они, во-первых, слабые, да, сидят с гаджетами, с телефонами, да, активности мало, и, вот, раньше, конечно, в былые годы было попроще, активности было побольше. Вот, у кого вы поступили? И, соответственно, вот, те, кто вот воспитывался в интернате, это 80-е, 90-е годы, вот, они сейчас более успешные, насколько я знаю, да, вот, и служат тренировым. Вот, ну, в любом случае, будем работать, это такая вот, очень, такая тема, ну, актуальная, очень проблемная, скажем так, с детьми, поэтому я вот сейчас вот конкретного вам такого ответа на ваш вопрос я не дам, потому что его просто сейчас на данный момент ему нет. Вот, но работа ведется, и причем работа ведется не только в бывших советских республиках, ну, еще и, соответственно, интересуется и с европейских стран, то есть, как это все, то есть, работает, как тренировать, методики и так далее. Соответственно, тоже вот и в Панамерике тоже есть такой интерес, тоже запрашивают, интересуются, ну, пока вот сейчас идет работа у нас в данном направлении, обязательно мы программу когда-то доделаем, мы, конечно, будем это все внедрять, и будем рекомендовать национальным федерациям самбо, да, чтобы вот они вот рекомендовали, да, в комиссионный интернат, потому что, ну, чтобы соблюдать Иран. Роман, спасибо вам, что вы уделили время, ну, может быть, не в полной мере мы осветили вашу деятельность, ну, имеется в виду деятельность комиссии. Как людям, кто, ну, заинтересуется этой деятельностью, можно с вами связываться, где-то есть какой-то офис или что-то еще, как с вами контактировать, и насколько, ну, активно вы контактируете с людьми, которые, ну, каким-то образом, вот, имеют интерес в контакте по теме спорт слепых, ну, и, в частности, самбо слепых. Да, очень просто найти, это на сайте Международной Федерации Самбо ФиАЗ, вы находите раздел комиссии, и в комиссиях, ну, как раз, вот, есть комиссия по делам спортсменов с ограниченными возможностями. Вот, открывайте, и там, где я обозначен как председатель, там есть моя электронная почта, то есть вы можете написать, и, соответственно, я отреагирую без проблем. Я контактный человек, я никого не игнорирую, и если что в моих силах, я, соответственно, помогаю, делаю. То есть я открыт к развитию. Вот, если какие-то инициативы, какие-то предложения, я тоже готов, ну, обсудить, и почему бы нет. Это такое, такая вещь, это самбо, это живой организм, и, может быть, где-то чего-то я не вижу, да, или каких-то вещей, вот, и я готов, то есть, может быть, даже если у кого-то кличка какая-то есть, то им это всегда приветствуется, потому что, ну, кличка, это всегда указывается на ошибки, да, какие-то, вот, и чтобы мы могли сделать работу над ошибкой, вот, ну, надеюсь, что пока ошибок у нас нету, и в будущем не будет, ну, поэтому занимайтесь самбо, привлекайте спортсменов, вот, слепых, слабовичек. Есть очень много ребят, вот, которые приглашайте, вот, я к тренерам обращаюсь, приглашайте в залы ребят, вот, пусть занимаются потихоньку, вот, если какие-то нужны рекомендации, ну, можете связаться со мной, вот, будем решать, будем подсказывать, главное, чтобы все шло вперед, и, соответственно, готовите ребят к соревнованиям, вот, это, я думаю, что это очень важная мотивация для спортсмен, да, готовиться и хорошо, качественно выступить, поэтому вы, как тренеры, дайте возможность, да, с ограниченной возможностью себя реализовать, от тренера зависит, если не все, то почти все. Роман, спасибо вам еще раз, я надеюсь, об этом все-то уверен, что немного больше сейчас люди узнают о вашей деятельности, ну, а те, кто заинтересанты в каком-то взаимодействии, свяжутся с вами, я контакты тоже оставлю в вашем описании к видео, вот эта информация, и, ну, что, вам успехов, Роман, в вашей деятельности, в принципе, хорошее дело, я за. Спасибо большое, Роман, спасибо, вам спасибо. Будем на связи. Спасибо, уважаемые зрители, и до новых встреч.